приветствую вас я уже делал вам видео по поводу того что от украина подала заявку на вступление евросоюз и сейчас как бы эта тема очень популярная мне очень часто задают вопросы и всякие комментарии давайте еще сделал одно видео еще раз напомню смотрите украина подала заявку на вступление в евросоюз согласно процедуры европарламент эту заявку рассмотрел и принял то есть он голосовал за то чтобы принять рассмотрение но обращаю ваше внимание европарламент не имеет права принять страну в евросоюз что сейчас начнется на и просто такая ну как бы ликбезик небольшой теперь каждая страна член евросоюз руководства должны провести переговоры с руководством украины каждая даже люксембург например как привожу все страны сдать это переговора должны выработать что называется дорожную карту договор так дальше там есть определенная нюанс как это делается что делается чтобы правильно немножко поняли вот это соглашение вступление в евросоюз по блокам там есть блок политический вот это вот свобода слова да 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 там есть вот это вот про толерантность там если вы уже поняли про что потом естественно экономический сблок он у него самое сложнее согласовывать чтобы правильно понял потому что вступление русских не значит вам дадут вот эти слова больше дали не доступ к общий европейским фондом вот то что польша взяла она возвращает другие уже да ей дали ну как говорится вот смотрите есть фонд вы берете ей долг дроги дело что их погашать на не через год а в течение 20 лет там там праздно 15 есть больше десяти там их такая логика вот вам надо день вы берете за эти деньги строить их хотите строить и другие проблем нет но через 10-15 лет надо вернуть да не сразу по кусочкам что проект и да это деньги дешевые то есть грубо говоря фактически ну процент почти ноль там есть платежи но но дешевые то есть логика следующий есть общие европейские фонды и за счет их кто их наполняет германия франция голландия уже поняли но не польша вы поняли да то есть но рубля германия фонд наполняет сказать ли чего экономика чистая экономика это специально сделали для того чтобы экономика всего евросоюза развивалась и да если вот украина вступает евросоюз она будет иметь сможет долучиться до эти фонды сейчас она не имеет права не член евросоюз ассоциативный член не имеет права до этих фондов то есть грубо говоря пользоваться деньгами фонда мы не можем не мы можем попросить европейского банка реконструкции кредит но там уже условия другие не такие ребята процент повыше плюс срок поменьше плюс куча ограничений что можно что нельзя вот две большие разницы но еще раз повторяю для того чтобы украина вступила евросоюз наша каждая страна евросоюза рассмотрела это кучу нюанс там еще есть блок культурные дни и уйти там эти переговоры идут очень долго тяжело исключение составил только случай действительно когда вот была такая определенная эйфория и очень быстро польшу чехии и словаки приняли в евросоюз очень быстро где и задел такой идея тогда фактически сама германия франция ну как бы ускоряла эти переговоры то есть не как сейчас вот украина обращается тут по каждому пункту торгуется беседует труда там есть борьба с коррупцией тоже и дальше 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 а это долго даже вот по ускорен процедуру не существует понятия ускорен процедура не существует ускоренная процедура это предполагает что может быть ну какие-то страны быстрее согласую например польша быстрее может сослать литва быстрее до румыния может быстрее то есть мать как некоторые страны с нами быстрее согласуют все готово но на чтобы все но и тут вот нидерланды упрутся в рог сказать мы хотим чтобы это самое даже нет а мы хотим и и как поняли вот вот чем за по этой причине вот непосредственно вступление в союз заявку до приняли вступление может очень затем я не я понимаю что участок даже очень может затем по этой причине вот этим следующим вот все не заявку да другое дело что ну могли не принять заявку стать позу да действительно приняли вообще по большому счету вероятность непринятия заявки за всю историю евросоюза я не помню когда страна подавала ее заявку и и принимать ну потому что но турция подала заявку на вступление евросоюз уже больше 25 лет если даже не больше больше там же она подала и ты их рассматривать рассматривать ну да и спорта время приостанавливая рассмотрение вот сейчас турции простановили там самое сильное за что заклинило в турцию ну они считают что турции недостаточно демократии и вот это вот очень сильно хотя вот с экономической точки зрения турция довольно успешно сотрудничать евросоюзом я вам много раз рассказывал что в чем фишечка турции у нее соглашение про ассоциации и в рамках соглашения про ассоциации она ну его выжимает как бы использовать да я не спорю слушали про ассоциацию турции евросоюз но они время применялись но уже из 50-х годов это сколько уже больше 60 лет до дольше не так и да 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 там были моменты not вот это вот пример вот турция но смотрите что что такое соглашение про ассоциации евросоюз давайте немножко покажу на примере турции вы поймете хорошо точнее но смотрите в турцию вы наверное летали летали на курорты летали летали видели видели ну даже если пол где-то там кто-то проскал виде да а теперь представьте представьте вот представьте был момент когда на месте этих курортов были такие за полу заброшенные рыбацкие деревни почему полу заброс потому что они ловили рыбу продать никому было то есть не было сбыты там люди уезжали там нищета жутко и вот вот такой был но благодаря соглашению про ассоциации там да там вот запустили нот сначала немцы а потом уже остальные подтянулись и англичане тоже ну в основу первые немцы в результате вот благодаря соглашению про ассоциации благодаря тому что решили проблему земли подготере решили проблему хотели решили проблему кадров решили проблему логистики нужно плетать решили агитацию тоже немаловажно да теперь я говорю крутизна согласен 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 сам вот я просто пример вот как что что может сдать чисто просто сад это не члене евро точене процесса до украина может это сделать но я не говорю туризм я пример привел труцы я просто пример привел вот чтобы правильно поняли как это работает вот вот это вот может пробовать да здесь может быть такая ситуация соглашение просто остаться у нас есть она плохо работает сразу плохо почему плохо потому же поменять его ну как-то ее подписали но нового выпала с тренда это плохо но и может быть действительно вот это вот подача заявки теперь заставит очень немножко взгадать про соглашение по ассоциации и то что есть запустить 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 вот это сработало вот это действительно позволило восстановить экономика украины довольно быстро и скоро серьезно вот такой нюанс а все эти разговоры что вот там долги спишут нам денег дадут ребята бог свидетель и но боже милость но я уже ну понимаете я уже замучился из стоков табличек цифр факт ну поймите во первых нам деньги не нужен раз во вторых еще раз говорю кто он сказал что зарубежные инвесторы это класс кто такое сказал ну как вы не можете понять любой который вам дает доллар хочет получить от вас 100 долларов понимаете под причин все эти разговоры нет вот мы всегда поражала ты бредовая идея вот придут зарубежные инвесторы и в не будет логик об этом инвестор что он хочет здесь сделать производство что здесь зарплата ниже ну какой чё ну с каком буду нам будет платить зарплату как евросоюз сами подумать да уж точно будет ага да юморист так что такое диверс смотрите быстро не будет просто заявку да подали это будет но на вы нет никак не влияет война продолжается не влияет никак на экономику украины абсолютно не влияет ну будущее может быть сработать где вот это .